Доброе утро! Наша программа продолжается и, как всегда, по следам в нашей студии появляется Елена Швецова. Это постоянное обозревание. Олег Пахушев, хотела сказать. Действительно. Руководитель информационно-справочной службы Дома книги у нас сегодня в гостях, уже как на работу. И принесла с собой, Елена, много замечательных книг, в том числе вот такую книгу на сегодняшний розыгрыш. Называется «Уральский характер. Люди-звезды». 52 замечательных уральца приглашают в гости, а 52 замечательных уральцев. Тех, кто живет на нашей уральской земле. Истории с красочными фотографиями. Друзья, я пока листала тут во время рекламы, мне очень-очень понравилось. Кого тут только нет. Надо также сказать, что это вот прям новинка-новинка. Эта книга была презентована буквально несколько дней назад на Иннопроме. То есть вот это четвертая книга из проекта «Урал. Бесконечный драйв». Ну что, разыграем? Разыграем. Разыграем. Итак, вопрос. Ну, я героя взяла из этой книги, так что пытайте свою удачу. Чем «Урал» прославил Евгений Виногродский? Он построил небоскреб в Екатеринбурге, написал 98 пьес или стал самым титулованным альпинистом Урала и России. 311-29-47. Телефон для того, чтобы вы дозвонились, попытали свою судьбу и выиграли эту книгу. А прямо сейчас дальше пойдем по тому, что вы с собой принесли. Ну, с сегодняшнего дня у нас в городе начинаются царские дни, поэтому я принесла новую тоже книгу Евгения Шумкова. Называется она «Кто вы, госпожа Чайковская?». Это, опять же, одна из версий. То есть существовала Анастасия Чайковская, которая говорила, что она является именно младшей дочерью Николая II. Также называли ее самой знаменитой авантюристкой на тот момент. Здесь представлены архивные документы. При этом автор-составитель говорит, что я не буду высказывать своего мнения. Читатели пусть знакомятся, интересуются. И книга будет интересна не только историкам, но и тем, кто интересуется в том числе историей Урала и подобных событий. У нас есть звонок. Есть кто-то, кто попытает свою судьбу сейчас. Доброе утро. Алло. Алло, доброе утро. Здравствуйте, как вас зовут? Меня Оля зовут. Оля, ну что, вы готовы ответить на вопрос, чем прославил Урал Евгений Виногродский? Нет. Хорошо. Хорошо, даем вам три варианта ответа. Он построил небоскреб в Екатеринбурге, написал 98 пьес или стал самым титулованным альпинистом Урала и России? Стал самым титулованным альпинистом. А что же вы нам говорите, что вы не знаете? Все вы прекрасно знаете. Да, книжка ваша. Оля, книжка ваша. Вам повезло, и это утро у вас окрасилось сейчас и в такие яркие оранжевые, синие, белые цвета. Спасибо вам большое за ваш звонок. Очень здорово и очень приятно, что сразу выиграли. Все. Едем дальше. Оля радостно убежала. Она обрадовалась. Обрадовалась. Переиздана книга, вот такой роман-притча написал его Луис Сипульведа. Называется «Старик, который читал любовные романы». Эта книга должна понравиться тем, кто любит читать книги, романы о природе, о дикой природе. Здесь она ярко очень представлена. И хотя объем у книги небольшой, но имеет смысл ее прочесть и познакомиться. Это книга о том, как человек уединился, ушел от людей, но при этом он любил читать дамские романы, этот старик. Вот такой вот философ. Вот такие бывают. Да. И также он заключил сделку с одним из чиновников, потому что в той сельве, где находилось племя индейцев, он там находился одно время, появился леопард-людоед. Вот он боролся. То есть тут такая аллегория, то есть борьба с природой, и в то же время природу нужно сохранять, потому что мы зависим от нее, матушки. Мне обложка очень нравится. Здесь человеческие глаза, а здесь глаза леопарда. Вот тот самый леопард, да. Манит. Придется прочесть, Саша. Так, ну и что еще осталось? Ну, как-то я угадала, видимо, с вашей темы. Это роман о врачах. Написал книгу «Санжай Гупта. Тяжелый понедельник». В одной из знаменитых клиник зарубежных работают пять талантливых хирургов. И здесь также читатели могут познакомиться, видимо, с зарубежным медицинским опытом, но после того, как заканчивается рабочий день, хирурги становятся обыкновенными людьми. Что правда? Не может быть. И в их жизни также нужно решать какие-то проблемы, любить и вообще как бы ярко проживать свою жизнь. Так что вы сами можете полистать и почитать эту книгу, раз уж сегодня вы собираете все медицинские истории. А там есть хирурги-стоматологи просто у нас сегодня в тему? Я дружу с хирургами-стоматологами и очень своих врачей люблю, надо сказать. Правильно так. Это вообще правильно, дружить со своими стоматологами. Вообще иметь своих стоматологов, это очень правильно. Это, во-первых, экономия серьезная. А во-вторых, а вы не боитесь стоматологов? Я не люблю. Я не боюсь стоматологов, потому что они очень хорошо ко мне относятся и нежно, трепетно. Вот так вот. Вот в чем секрет. Ну что, спасибо большое. У нас в гостях была Елена Швецова, руководитель информационно-справочной службы Дома книги. И прямо сейчас узнаем, как можно бороться. Вот сходил к стоматологу, испытал стресс. И собаку. Ну, гладить собаку. И ну, гладить собаку. И все пройдет.